приветствую всех друзья баровые геки добро пожаловать ко мне в гости как всегда с удовольствием приглашаю к себе в армению и предлагаю на этот раз небольшое такое обсуждение у нас будет обсуждение насчет солений недавно я выложила также на канале квашеную капусту там тоже все очень подробно одним словом сегодня будем обсуждать эту тему думаю сейчас самый разгар сезона так что видео будет полезным всем вам итак начнем недолгий такой экскурс по теме квашеной капусты об этом я сняла видео сейчас ссылка появится на экранах также оставлю под видео друзья там я очень подробно все рассказала в нескольких словах тут вам скажу что самое главное самое главное там для выбрать правильную капусту и что еще очень важно обязательно очень хорошо утрамбовывать массу в таре где вы будете квасить капусту потому что таким образом очень хорошо капуста уплотняется и не остается воздуха а это очень важно так как кисломолочные бактерии которые обеспечивают процесс брожения и дальнейшую ферментацию они очень боятся воздуха и когда сталкиваются с воздухом они погибают но представьте себе в этой массе некоторая часть бактерии погибает и в этой части капуста начинает портиться обязательно это будет выражаться и в других местах и у вас капуста в целом может потерять свое качество поэтому обязательно следите и за все время пока капуста у вас стоит до окончания до последних его кусочка старается сделать так чтобы был наверху небольшой внёд давайте также обсудим то зловещее белое накопление на поверхности любого соленья вообще любого которое так мешает нам жить почему-то многие очень боятся особенно новички потому что считают что он все у нас соленья испортилась капуста испортилась и так далее но на самом деле это совершенно безвредно я вам уже говорила что кисломолочные бактерии которые обеспечивают ферментацию внутри всей этой массы они очень боятся воздуха так вот некоторая их часть которая находится на поверхности и общается с воздухом погибает из-за этого общения и остается на поверхности вот таким белым налетом так что это совершенно безвредно никак не влияет на вкус и на все остальные качества вашего соленья но если вам это мешает и вы хотите избавиться от этого или чтобы этого слоя не было это устроить очень легко можете на поверхности стелить пищевую пленку самую обычную или использовать марлю либо можно также любую хлопковую ткань таким образом не будет прямого общения с воздухом и бактерии на поверхности перестанут погибать и образовывать такой неприятный слой за этот белый налет наверное все вы знаете может наблюдаться на любом соленье будет только ваша на капусте это вот такой вот ассорти где использовался рассол все равно если там идет процесс ферментации там обязательно есть эти бактерии и они обязательно если поверхность ничем не прикрыта общаются с воздухом и погибают образуя этот слой и все мои рекомендации касаются всех видов солений во всех случаях этот налет одинаковый и все способы борьбы с ними тоже одинаковые и да он такой же безвредный как на квашеной капусте так и на любых других видов солений я очень часто получают сезон также вопрос о том от чего он рассол начинает тянуться получается такая неприятно слизистая структура и как с этим бороться в первую очередь знаете что это из-за неправильного выбора капусты если вы выбрали капусту которая созревает более теплое время года тогда в капусте бывает очень много крахмала кстати такая капуста имеет выразительный зеленый цвет что говорит о наличии большого количества крахмала так вот такая капуста именно обеспечивает такую структуру такую слизистую структуру вот почему желательно выбрать именно правильные сорта правильнее будет выбрать капусту которая созревает в более прохладное время года но не самые поздние сорта потому что они тоже уже не подходят есть такое мнение что в квашеной капусте такая слизистая структура появляется из-за недостатка соли но на самом деле соль вообще тут ни при чем вообще без соли тоже все процессы в квашеной капусте происходит протекает как следует соль там лишь для вкуса друзья мои что приятно было есть и еще немножко для того чтобы там не развилась неблагоприятная микрофлора которая может повредить нашей капусте и все во всем остальном вообще соль не имеет никакого значения еще соль может немножко повредить если просто ее неправильно выбрали если она иодированная но там где у вас соленья делаются на воде то есть там есть рассол делается раствор из воды и соли там конечно количество соли имеет огромное значение нужно правильно рассчитать все для таких солений делаем следующее соотношение из воды и соли на 5 литров холодной воды добавляем 200 грамм соли и у нас получается 4 процентный раствор такой раствор друзья прекрасно подходит для любых овощей они прекрасно хранятся и очень долго в таких солениях конечно там где есть раствор воды и соли если соли будет меньше там нарушается соотношение конечно овощи могут от этого пострадать и вода будет тянуться и овощи станут мягче потому что вся жизнь вся та хорошая правильная атмосфера сохраняется благодаря соли в отличие от квашеной капусты как вы знаете уже где соль вообще никакой роли не играет но если вы им количество соли по отношению к воде рассчитали правильно то есть сделали правильный рассол и качество соли тоже соответствует но почему-то рассол начинает тянуться и овощи стали мягкими друзья это может случиться из-за неправильного хранения если у вас соление хранится в теплом месте если там теплее чем должно быть тогда конечно все это не будет храниться так как как вы ожидали как им должно храниться то есть для вот этого явления для соления с рассолом может наблюдаться из-за недостатка соли из-за неправильного выбора соли из-за неправильного хранения вот это вот эти три важные причины которые влияют на качество рассола и на качество хранения всех овощей чтобы они оставались хрустящими и так друзья мои я постаралась ответить на самые распространенные вопросы которые особенно тревожат новичков если повторяем остались вопросы обязательно пишите мне тут лишь небольшая часть из моих солений друзья не знаю как свет падает и как передает камера цвет на самом деле цвет очень шикарный такой сочный яркий соленья пока еще не до конца готова но уже очень вкусная уже наслаждаемся